всем доброго времени суток мы продолжаем проходить охотника на человека у нас на счету новый эпизод под названием вид невидности 8 8 серия в общем начинаем и так и и и и и и и и Я хочу тебя там, и я хочу тебя следить его к МАЛу. ФОКИН МОЛ! Так, как мы делаем, Каш? Вдохновения так до сих пор? Я думал, что ты мог бы сделать с небольшим РНР, поэтому я разрешил специальную письменно для тебя. Это работа в прогрессе, но я думаю, что ты получишь это. Итак, как вы видите, нам нужно найти какую-то видеокамеру и пленку, и, собственно, тогда наша задача будет выполнена. Значит, что я хотел сказать. Как вы видели, прохожу я довольно-таки печально, рейтинга дают мало, но мне главное не как пройти, а вообще, в принципе, пройти, это моя цель данного прохождения. Мы тут сейчас с вами находимся в каком-то торговом центре, видимо, уже заброшенном давным-давно, но тут, тем не менее, все равно обитают враги, наши враги, да, гонщие псы, как их зовут там, бешеные псы, я уже не помню. Давайте, сломаем. Берем мы с вами осколок и у нас еще с вами есть даже магнум. И, кстати, довольно-таки нам немало патронов дали магнума этого. Вот, такие дела. Давайте, собственно, продвигаться вперед, посмотрим, что сегодня, что сейчас может нам преграждать дорогу. Кстати, хочу заметить, что я сейчас играю, делаю прохождение, я все отлично вижу, у меня отличная картинка, отличная яркость. Но, когда дело заходит до записи, когда я смотрю, просматриваю свою запись, яркость становится намного ниже. Я не знаю, почему так, народ, я без понятия. Но, собственно, пусть будет так, поскольку игра на это, собственно, и сосредоточена на низкую яркость, как я уже говорил в предыдущих сериях. Итак, тут стоят парочку врагов, нам нужно их с вами как-то отвлечь. У нас есть кирпич, у нас есть осколок стекла, в принципе, мы все можем с вами использовать, но нам нужно найти укрытие. Нам нужно с вами найти укрытие. Вот и оно. Просто бежим и стучит. Так. Пока не можем мы никак привлечь внимание. Видимо, они заскриптованы. В смысле? Что происходит? А, он уже стреляет. Да ладно. Ты че, чувак? Ты шутишь, что ли, так? Это шутка такая? Нам нужно их с вами убить с Магнума, что ли? Да вы серьезно, вы прикалываетесь. Ну, придется, видимо, да, убивать. Должен же быть в этой игре хоть чуть-чуть небольшой экшн. Просто продолжайте добавлять в тело, чтобы вы не сможете убить. Я хочу, чтобы вы не сможете убить. Скотина! Эти еще прибыли. Ёп! Оно мать. Капец. Давайте постучим. Что ж такое-то? Давай, беги сюда. Олух. Блин, ну он вообще не хочет бежать. Как его убить? А, вот. Точно. Точно. Ага. Он не побежит сюда. Мы его скрытно даже не убьем. Блин, что-то. Хрен с ним. Раз, раз. Итого мы с вами вернули свои патроны. Можно так сказать. Наверное, не все, но вернули. И стоит число ада. 666. Наверное, намек, чтобы никто из посторонних сюда не заходил. А мы с вами берем очередное обезболивающее и продвигаемся, собственно, вперед. Ой, 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 ой. Ну, как я уже опять повторюсь очередной раз. Мата не будет. Но как только произойдет тяжелая ситуация, буду материться. Так что, если вам меньше 16 лет, лучше выключайте видео. На всякий случай. Тут еще одно обезболивающее у нас. И нормально. Видимо, они тут все так заскриптованы, что их придется убить огнестрельно. То есть, скрытно их не убить. Они тупо не побегут. У них есть определенная черта, в которой они заскриптованы, до которой они добегут. И все. Они дальше за нами уже не побегут. А, вот есть. Отлично. Сейчас я осколок стекла возьму. Вот одного, думаю, мы сможем с вами убить. Да, повезло. Он так просто встал. Вот того мы убить сможем. Заодно подберем подпой и этого убить сможем. Кирпич. А кирпичом мы вообще можем убить или нет? Мне просто интересно. Давайте посмотрим. Вот что можем. Ааа. Ни хрена мы не можем убить кирпичом. Ни хрена. Где доставать оружие еще, я не знаю. Я бы мог его, конечно, убить, но... Убить в смысле скрытно. Но у нас нету оружия. У нас ни лома нету, ни приема, ничего у нас нету. Осколок стекла был и тот уже. А на Тарасе... Бля, хомуха. Осколок стекла и тот одноразовый ужас. Видимо, разработчики нам намекают, что хорош, хорош проходить уже одним стелсом. Давай берись за экшен. Берись за шутер, за экшен и прочее. Скорее всего. Так что да. Поэтому нам вначале и дали этот магнум. Потому что намекают на то, что хорош проходить скрытно. Сука. Сука. Итак. Я еще два раза проиграл и кое-что понял. Тут нужно не просто в них стрелять в тупую. А нужно, короче, прятаться за вот эти вот... Так скажем, кусты. Нажимая на пробел. И когда он прицеливается, он будет чисто противника автоприцеливаться. Я это понял. Я это не учел. Из-за этого я проиграл. И эта серия... Эта серия, этот эпизод. Он сосредоточен чисто на экшене. Тут можно убить скрытно, но сложно. Очень сложно. А первых врагов у двух, которые вот там стояли, их вообще невозможно скрыть. Они все по-любому палят. И они не бегут к кэшу, когда он спрятан. Они к нему не бегут. Они к нему, короче, не бегут. И все. И получается... Ну, приходится убивать экшеново. И даже нам дают намек. Нам дают револьвер. Чтобы мы убивали. Так что эта серия крайне экшеновая будет. Я думаю, да. Фух. Ну, разумеется. Давайте заберем аптечку. Нашу с вами обезболивающую. Поднимаемся на второй этаж. Как я уже говорил. Это, скорее всего, какой-то торговый центр. Тут даже уже эскалаторы. Сука. С подтишка. Не работаю. Сейчас еще раз, наверное, проиграю. Наверное, скорее всего, я так буду. Блядь! Я думал, спрячется он. Долбоял, блядь. Ебаный. Пидорас, блядь. Пиздец, блин. Я уже третий раз проиграл. Ужас какой-то. И причем я даже не представляю, как бы здесь было бы на харде. Так, ну, дело. И все. Вот так он сразу хейты ставит. И все. И вообще вопросов нет. Можно было бы все с первого раза пройти. Просто пока эту механику я выучил. Пока понял. Тут и все. Вот, уже близко. Стою к этому. К чекпоинту. И, кстати, вот она дверь. Те, кто у кого внимательная память, хорошая память. Те понимают, что это дверь. Вот это вот. Такие же есть в San Andreas. Тут много, что из San Andreas взяли. Либо наоборот. Я просто не знаю. В San Andreas, он вышел в 2005 году на PlayStation 2. А Manhunt, я не помню, в каком году Manhunt вышел. Я не знаю, то ли в San Andreas из Manhunt взяли вот эти вот пенспреи, вот эти двери похожие. То ли наоборот. Я вот этого вот не знаю. То есть, надо просто посмотреть. Итого, у нас точка сохранения. Мы идем дальше. И, как бы сказал Степан ГТ, ПОДРАДИЛИ! Ха, да я шучу. Ой, блин. Ой, ё-моё. Ужас. А он не прицеливается автоматически. Это плохо. Значит, мы далеко стоим. Неудобно. Мы сейчас начнемся. Бля! Да и тут какого перезарядка, блядь, дебил. Слава богу, что тут чекпоят. Хорошо. И то хорошо. Где? Падай уже, скотина. Меткие дебилы. Взбеси такие меткие придурки. Там еще какой-то один был пал. Прячься. На-на. Все. Еще обезболивающее. Запоминаем место. Потому что сейчас пока обезболивающих нету. Берем патрончики, разумеется, эти непосредственно. Так, тут сразу идет звук. Да и прячься ты уже. Давай, вставай. Вставай! На, скотина. Все. Даже от всех нам дают вообще патроны. Прям просто от всех. И то вот дверь у нас закрыта. Это тоже дверь, по-моему, из Сан-Андреса похожая очень. Это была в Сан-Андресе похожая дверь. Вот. Короче, капец. Они на каждом шагу. И все стреляют. То есть, ну тут, в принципе, и так очевидно. И дурачку, и догадалки не ходи. Что? Вот это на экшен сосредоточено. Висе? Ага, прицелимся. Отлично. Так, значит, со что у нас? Ага, пока никого не вижу. Быстро посадимся. В случае чего мы вернемся с вами обратно за аптечками. Прочей всей херней. Так, давайте бежать. Ну тут, я думаю, бежать нет. Смысла такого сильно. Короче, по обзору на этот торговый центр, он похож на галерею Чижова. ГЧ. Те, кто живут в Воронеже, те понимают, о чем я. Ну, в смысле, на любой торговый центр. Что ты, что, гаерея Чижова, что максинир, там, неважно какие. Не суть. Так, короче, кто-то еще стреляет. Я не вижу что. А, вот он. Вот он, лиц. На. Все, подыхай. Я ничего круто. Скорее. Да какой перезарядка, дебил, блин. Вот так всегда, знаете, остается капелька жизни, блядь. Ты почти победил врага, он в тебя стреляет. И, как назло, на последнем выстреле и на его капельке жизни ты начинаешь перезаряжаться, блин. Это так бесит, реально. И те в итоге убивают. Это, ну, это идиотство какое-то, ну, правда, народ. Серьезно вам скажу. А нам еще придется возвращаться с вами за аптечкой. Той самой. Где она была-то? А, вот здесь точно. Она на этом этаже была. Нам еще его оббегать придется, кстати. Да. Как этого бы не хотелось, но придется его оббегать. Но аптечка сейчас нужна. Вот это вот. Да. Перезарядочку сделаем сейчас. Так что вот такие вот дела. И, кстати, вот. Удобно сделали. Очень удобно, на самом деле. Я не знаю, как-то в PlayStation 2 версии, наверное, там так же. Но в этой в PC версии, да еще и мод. Ну, не мод в смысле, ну, ремастер в PC версии. Но это сделаны, ну, не Rockstar'ом с вами конкретно, а другими людьми. Еще сделали, что он, когда прицеливается из укрытия, он сразу прям по врагам прицеливается автоматом, автоматически. Это прям очень удобно, на самом деле, сделали. Эту фичу очень удобную, короче, сделали прям. Меня это прям обратно, ну, радует очень сильно. Так, и тут у нас какое-то отделение. Похоже немножко на банк. Не знаю, что это такое. Нет, я... Блин, зачем ты взял? А, зачем? Ладно. Может, сейчас нам в чекпоинт попадется. Пробую выстрелить в замок. Понял. Сделаем. О, обрез. Неплохо. Ну да, видимо, скорее всего, у нас в прошлой серии еще был и обрез, и лом у нас был. И сейчас у нас этого не оказалось. Ну, в принципе, понятно почему. Потому что нас опять эти агенты оглушили и отвели сюда. И все оружие отобрали. Поэтому такая вот хрень получается, народ. Такие дела. А вот теперь, кстати, я не знаю, куда бежать на самом деле. Я немножко запутался. Наверное, бежать сейчас надо сюда. Да. Я думаю, да. И тут хорошая новость. Еще имеется аптечка как раз. Но мы ее брать не будем. У нас полное хп. Что-то тут лежит. Что-то важное. Все. А! Это пленка. Это пленка. Осталось камеру найти. И все, эмиссия выполнена. Ну, этот придурок, этот, который говорит по рации... Не по рации, а по видео, ну, по видео говорит. Он нас использует просто. Он скотина на самом деле. Это на самом деле отлично, что нам дали винтовку. Обрез. Потому что он с одного выстрела убивает. Это прям очень хорошо. Ну, как вы понимаете, народ, мы взяли важный предмет. И, разумеется, произошел рез. Куда же без этого. И сейчас мы сразу же сюда присядем. Как следует. И пойдем... О, кстати, он... Он... Его можно скрытно убить. Он так ходит, передвигается, его скрытно убить можно. Осколком стекла. Да, вот. Это один из тех врагов, которого можно осколком стекла убить. Надеюсь, что он вас не спалит. А, нет. Все. Как он спалил, сука? Мразь, блядь, ебаный. Как ты спалил? Мразь, блядь. На тебе нахуй. Я тебе пизда нахуй. Я только встану, тебе пиздец, блядь, ебаный. Пидарас, блядь, ебаный. Матерюсь. Ругаюсь. Потому что мне не... На, нахуй, говно. Скотина, блядь. Я вообще хотел его скрытно убить. Я должен был скрытно вообще его убить. Я, короче, хорошо, что убили, наоборот. Я не хотел обрез тратить на этого придурка. Он приходится нам еще на какого-нибудь босса. Вот. Так что давайте, короче, сейчас мы попробуем этого скрытно убить. Так, короче, мы ныкаемся не вон там. За вот этой вот, ну, штукой. А вот здесь ныкнемся. Иначе он нас там спалит. И мы можем сэкономить патрончиков и убить его... Ну, сэкономить патрончики эти и убить его, короче, осколком стекла. Да. Но тут нету синих предметов в синем. Это молота, ни мачете нету. То есть одноразовые патрончики, которые убивают скрытно. Одноразовые. Это либо осколок стекла, либо провод. В общем, такие дела. Так, и того у нас он может сейчас спалить. Искать зима. Итого он пошел каким-то хреном сюда. Непонятно, каким хреном он сюда вообще пошел. Мы тебя убьем самой жесткой смертью. За то, что я на тебя дрововик потратил. И время на тебя потратил с кота. Отлично. Итого у нас там еще следующий гуляет паренек. Ну, его можем уже убить с мауном. Там еще снизу кто-то гуляет, кстати, да. Пошел нахрен, как это говорится у нас. Так, там мы на том этаже уже увидели еще врага. Ну, это резк называется, народ. Вы понимаете, что не могу объяснять. Так, нам осталось с вами найти, короче, видеокамеру. Мы пленку нашли, теперь осталось какую-то камеру найти. Итого, опять же, даже несмотря на то, что миссия, эта глава сосредоточена на экшене, даже несмотря на это, мы все равно не сильно торопимся, чтобы не привлечь к себе внимание. Вот, значит, ага, идем туда. А нам по-любому придется уже... Нам по-любому, да, придется уже его убивать так, потому что у нас нету... Ну, то, чем можно скрытно убить. Вот, такие дела. Закрыто. Там еще вон враг, я вижу, какой-то скотин. Долг убивается просто потому, что мы с далека его убиваем из-за этого. Что-то мне не нравится это. У нас оранжевым шевелится все, потому что... мы привлекли к себе внимание из-за этого. А не, все. Как? Что? Как? Где? Он, видимо, где-то там. А, кто здесь? Чмо, понятно. Там еще кто-то был, ужас какой-то. А что он тут вообще делал? Как нам взять патрон и дверь закрыть? А, можно в замок стремить. А, нет. Блин. Это так тут не работает. Жалко. Там еще, вон, мы видим, по карте один чувак. И да, народ, если бы сейчас вы играли бы на Харпи, у вас бы не было бы. У вас бы не было бы этой карты, вы бы никого не увидели. Это сложность такая. Так. Что у нас тут дальше идет? У нас тут сейчас еще враг выйдет. Оттуда. Не оттуда, а оттуда. Ну, я люблю говорить неправильно. Скотина. Где? А, вот он. Все. Хэт. Ну, хоть с Магнума продумали, что надо хэт поставить. Хоть это продумали, и то хорошо. И то хорошо. Так. Итого, давайте сначала возьмем видеокамеру. А потом уже... Пошел ты, как я люблю говорить. Так. Давайте сейчас... Так, сделаем. Двое уже прибежали. Ну, типа, сразу... Типа, что за хуйня на самом деле? Народ, извините за матку. Типа, я только взял камеру, уже мгновенно резко двоих произошел. Уже резко двоих. Да пошел ты. Так. Итого. Еще обесполивающее. А, нам нужно вернуться в самое начало локации. Там же есть, ну, отдел, где можно посмотреть, посмотреть видеопленку и на камень посмотреть. Пашенди сейчас наверняка смотрит. Пашенди мальчик. Только думай, такая легкая миссия. Он что-то там думает, что-то там мучается, да? Сто пудал, да, Пашенди? Я знаю. Итого, тут мы уже почти дошли, но может произойти какой-то эксцесс и респаунинся в рак. Я этого не хочу. Поэтому давайте будем осматриваться аккуратненько. Нет, все нормально. Стоп, тут ничего нет. Думал, нам сюда надо идти. Ага, нет. Нифига подобного, не сюда. Не сюда. А, или сюда что идти, наверное? Нет. А куда же нам надо идти? Стоп. А, у нас видеокамера. Как это в инвентарь? А, это не Resident Evil. Я думал, типа, нужно зайти в инвентарь, смешать видеопленку и камеру, типа, вместе с резидентом, типа, классическим. Это, и что-то там произойдет. Ага, хрен там. Конечно. Нет, не так-то все просто. Может сюда надо пойти? Может сюда стоит пройти? А, нет. Нет, здесь, видимо, какие-то животные жили. Я не знаю. Что-то в этом духе. Так, давайте, давайте, наверное, сейчас. Нет, точно не сюда. Придется нам подождать, пока он отдышится. Придется. Давайте подождем. Сейчас у него наполнится рычаг. Ловко. Не здоровый, я в смысле, выносливый. Не выносливый, блин, забыл. Короче, как вам объяснить? Рычаг бега, вот, так скажем. Может сюда стоит пройти? А, тоже есть аптечка. Ничего себе. Надо, запомним это место, тут аптечка находится. Так, нет, нет, не сюда. Давайте тогда сбежим с вами. Ой, не знаю, пенспрей. Нет, тут ничего нету. Значит, бежим наверх. А, вот. Скотина. А, бежим сюда, точно. Эта дверь была закрыта, теперь она открылась. Питание в подвале. Что за питание? Закрыто. Закрыто. А, вот подвал тоже. Ну, чё-то мне кажется, что не всё будет так просто. Вот. Да. Ага, хорошо. Ты смотри нам. Никаких плохих, неприятных сюрпризов. Вот я именно про это, блядь, и говорил, блядь. Именно про это. Придурок, блядь. Дебил. Я только сказал, никаких нам неприятных сюрпризов не подготовить. И выскакивает этот долбоёб, блядь, из комнаты. Придурок. Так, сука, скотина, блядь. Ужас какой-то. Давайте с вами, короче, вернёмся в правую комнату. Там была аптечка. Да. Там аптечка, короче, была. Мы её возьмём. Потому что этот придурок, блядь, выскочил, блядь. Ужас. Пускай, Димыч Андреич, что уже говорит. Вот сюда, да. Потому что этот, чекпоинт был довольно далеко. Я не хочу потом перепроходить из-за этого клоуна, блядь. Ужас какой-то. Реально, реально ужас. Вот комната как раз открылась. Это кто? А, это уже убитый кто-то. Кто-то убитый. Нет, это кто-то уже убитый, короче. В толчке застрял. Как Димыч Андреич по телефону говорил по Шенде. В толчке застрял. Помнишь, Димыч Андреич так приказывался надо мной? Когда я по Шенде звонил. Пошёл ты. Капец, ужас. Я не разобрался, что делать. По сути, если знать, как и что, эту миссию второй раз уже можно вообще без проблем пройти. Я думаю, даже на харде. Потому что ты не по карте, а по мелодии в игре понимаешь, что враги приближаются. Мелодия тебе подсказывает. Это вот, понимаете, когда напряжённая мелодия играет, напряжённая такая. И ты понимаешь, что враги рядом. Уже даже карта не нужна. Это, собственно, поможет тем, кто играет на харде. Ну, я так думал, по крайней мере. Итого, эту миссию мы прошли лучше, чем предыдущую. Нам дали 3 звезды. Аж 3 звезды. Мы сохраняемся в пустое место. И продвигаемся дальше. Вообще, эта игра, миссия проходится очень быстро. Просто я тут, по сути, первый раз её играю. И вот, не ожидал. Такая получилась экшёновая миссия. Восьмая. И восьмая серия. Надеюсь, вам понравилось. Это, получается, ну, не последняя серия вообще. Последняя серия на текущей неделе. Потому что теперь у меня мало свободного времени будет. И уже я не буду так часто записывать. Как бы дать 3 серии. Которые я записал каждый день. Всё. Всем желаю успехов. Тебе успехов, пошейте. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Сука. Блядь, я думал, спрячется он, долбояв, блядь. Ебаный. Пидорас, блядь. Как он спалил, сука? Мразь, блядь, ебаный. Как ты спалил? Мразь, блядь. На тебе нахуй. Я тебе пизда нахуй. Я только встану тебе пиздец, блядь, ебаный. Пидорас, блядь. Ёбаный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»